МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, хоть что-нибудь ты помнишь, как ты оказался у дома Анны Викторовны? Шел. Не помню. Он был еще Епифановым, когда в окно случал. Кстати, раны явно наживаю. Кто на тебя напал? Рост, одежда, возраст? Хлорал. Что хлорал? Запах хлорала. Мне его раньше дома давали, когда у меня были приступы. Хлорал, Яков Платоныч, это такое сильнодействующее, снотворное. Кстати, часто используется как обезболивающее. Антон Андреич, Егор домой проводите. И откроем дверь. Как жаль, что Егор самого главного не помнит. На самом деле он рассказал нам немало. По его словам, на него напали в Конюшеном переулке. Да это он в себя пришел в Конюшеном переулке. А где напали на него, мы не можем знать. Ну, скорее всего, в окрестностях Конюшенова и напали. А к вашему сведению, там проживает Арина Сурина. А я тоже сразу почувствовала, что эта женщина здесь замешана как-то. Больше, чем вы думаете. Перед тем, как стать мадам Суриной, юная курсистка Арина была содержанкой Епифанова. Она сразу Епифанова узнала. Но почему ты решила об этом молчать? Епифанов снимал ей домик в Слободке. Частенько ее посещала, а приходил пешком через овраг. Там его смерть и настигла. Егора смерть чуть не настигла. И тоже возле дома Арины. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я тебя иду искать. Редактор субтитров А.Семкин Говорят, твой отец хороший мастер. Да. Любую машину может собрать. Хоть паровую. А ты что, стало быть, не хочешь быть мастером? У меня не получается. Не получается. Надо меньше по ночам бродить. Больше отцу помогать. Тогда все получится. Стой-ка. Кто это там с твоим отцом? Я не знаю. Иди сюда. Иди сюда. Раньше видел его? Нет. Не видел. Так, ты давай домой. Скажешь, что задержали в полиции, давал показания, чтобы не ругали. Береги себя. Он свернул за угол и исчез. Будто в кость землю провалился. Как обычно. Да, Яков Платоныч, я искал его там везде. А там, знаете, хоть обыщись, швах. Да вы и сами говорили, что если встретишь француза, не преследовать. Правильно сделал, Антон Андреич. Так что, он разговаривал с помены? Да, они что-то обсуждали. Доброе утро. Не прерывайте труда, не беспокойтесь. Мы к вам. Доброе утро, господа. Я не ожидала визитов так рано. Уж простите. Служба. Да. У вас тут целое производство на дому. Да. Снимать отдельное помещение слишком дорого. Редкая хозяйка сама работает в своей мастерской. Я считаю моральным использовать наемный труд, а самой сидеть сложа руки. Похвально. А супруг ваш, он, вероятно, другого мнения. Наверно, спит еще? Нет, он тоже работает. Он комивой ажур. И распространяет наш товар. А также ведет бухгалтерию. Он пошел на вокзал за билетами. Он вам нужен? Нет, нам нужны вы. Да, мы с Кириллом Артемьевичем были близки. Я должна была вам сразу об этом сказать, но я не смогла. Почему? Подумайте сами. У меня муж. Как я могла допустить, чтобы он узнал? Так он что, ничего не знает? Нет. Я любила Кирилла Артемьевича. Для нас обоих было трагедией, что мы не можем вступить в законный брак. Ведь у него уже была семья. Как же при такой любви вы решились выйти замуж за другого человека? Я решила, что Кирилл Артемьевич бросил меня. Он перестал отвечать на мои письма, он не приходил. Я решила навести справки. Узнала, что он пропал. Конечно, я в это не поверила. Как такой человек может пропасть? Господи, если бы я только знала, что с ним случилось на самом деле, я даже в страшном сне не могла себе представить, что его могут убить. Когда вы познакомились со своим мужем Суриным? Осенью, в октябре. Это до или после исчезновения из вашей жизни Епифанова? После. Я осталась совершенно одна, мне некуда было деться, и я приняла предложение Сурина. Он тоже очень хороший человек. Там, в овраге, вы же сразу опознали останки Епифанова. Да. Может, ваши показания насчет Егоров имена тоже изменятся? Что вы имеете в виду? Может быть, пора признаться, что Егор вам знаком гораздо лучше, чем вы нас здесь уверяете. Я вам сказала правду этого человека, я не знаю вовсе. Вы знаете, что сегодня ночью недалеко от вашего дома на Егора напали. Господи, нет, конечно. Откуда я могла это знать? А где вы находились вчера с десяти до одиннадцати вечера? Здесь, в мастерской. Мы получили большой заказ. Кто-то из ваших работниц может это подтвердить? Нет, было поздно. Я их отпустила. Ну, а кто тогда может подтвердить это алиби? Мой муж, он был дома. Здесь, рядом с вами, в мастерской? Нет. Я была в мастерской, он был дома. Ну, тогда, боюсь, это свидетельство ненадёжно. Если она организовала убийство Епифанова, тогда зачем она пошла в полицию? Зачем показала труп? В её интересах наоборот, чтобы его никогда не нашли. Тело нашёл Егор и мог рассказать об этом кому угодно. При таких обстоятельствах выгодно бежать в полицию впереди всех и всё рассказать. Вот таким образом Арина и могла вывести себя из числа подозреваемых, ну, хотя бы на время. Я только не понимаю, зачем. Зачем? Мотив – деньги. Да нет. Деньги у неё были, пока она жила с Епифанова. Вот когда он исчез, у неё и начались непростые времена. Да. А что, если Епифанов пообещал ей упомянуть в своём завещании? Но обещание своего не выполнил. А узнала она об этом только тогда, когда дело уже было сделано. Может быть. Яков Платоныч, а вы куда? Я к родителям Егора. Вы меня не ждите. Увидимся в управлении. Ага. Ну, как же вы не знали, что Егора дома не было? Так он, он кровать свою так заправил, ну, будто кто-то под одеялом лежит. Ну, мать глянула, подумала, он тихо вошёл, а он так делает. Ну да, понятно. Нет, ну теперь-то мы его будем стеречь, конечно. И я забочусь, чтобы никто не пудрил ему мозги. А теперь у меня к вам вопрос служебного порядка. Слушаю внимательно. А вы же механик? Точно так. По каким машинам? По любым. От швейных до паровых. Это хорошо. К вам сегодня приходил заказчик. Иностранец с бородками. Вы откуда знаете? Я полицейский, нам всё известно. Вы что-то делаете для военного ведомства? Не велен об этом говорить. А иностранцу можно? Я не говорил. Ничего. Он спрашивал, я вам не сказал. Слушай, я не понимаю, что… Он что, шпион? Да нет. Из жандармов, он из наших. Проверяет, как государственная тайна хранится. Ох, я молчал. Ну, вот и молчите. Если опять появится. Ну, вот так что, такие дела. Всё будет хорошо. Спасибо вам большое. Примите с благодарностью. Ой, ну что вы так сразу-то, ну… Я вас провожу. Вы только держитесь. Ваше дело будет заниматься лучшие сыщики. Что? Что? Всё будет хорошо. Да, горе. Какое? Горе. Какое. Синяльников! Тебе что, служба твоя не нравится? Или может быть жалований недостаточно? Никак нет. Всем премного доволен. Так. А чего ж ты, негодяй? А что ж ты взятки гребёшь? Ой, прямо в управлении. Виноват, ваше благородие. Дамочка отблагодарить хотела. Я ей нет, не надо, она всё равно сунула. Я ей подумал, ладно, церкву отдам. За что благодарила? Да я из оврага доставал костяк энтово купца. Ну, она узнала об этом и спрашивала, кто нашёл. И ты сказал? Ну, от чего? Она дочка купца. Понятно переживает и всё знать хочет. Виноват, ваше благородие. Ответишь за это. Сына моего, залезать хотите? Нет, никогда такого не было. До знакомства с вашей дочкой. Уверю я вас, мы всё поняли. Нет нужды повторяться. Наша дочь больше не придёт к вашему сыну. Боже да. Росковья! А что случилось? Это я у тебя хочу спросить, что случилось? Явился какой-то господин и обвиняет себя в том, что ты сводишь с ума его сына. Он утверждает, что из-за тебя его, то есть его сына чуть не убили. Это вздор. Я здесь ни при чём. Я так и думала. Это было бы слишком даже для тебя. Но этот господин потребовал. Ты меня слышишь, Анна? Он потребовал, чтобы ты оставила его семью в покое. А мне мальчика жалко. Они его мучают. Они его лечат. А он не больной. Ну и не здоровый. Насколько я понял из рассказа нашего посетителя, ты пыталась приобщить его сына к спиритизму? Он и без меня приобщился. Мне просто мальчика жалко. Ему поговорить не с кем, совета не у кого спросить. Я себя в его возрасте вспоминаю. Если бы не дядя, я бы себя очень одиноко чувствовала и несчастной. Да как ты смеешь такое говорить? У тебя было счастливое детство и мы с отцом делали всё, чтобы тебе было хорошо. Справедливости ради надо сказать, что тонким натурам требуется чувство родства с теми, кто их понимает. Я надеюсь, что у нашей дочери гораздо больше внутреннего родства с нами, нежели со всеми спиритами этого мира. Даже если она сама этого не сознаёт. Упустили француза? Никак нет. Как нет? Вчера он приходил к механику, Фомину, который, судя по всему, работает на полигоне. Точно так. Все под наблюдением. Я вчера его и вошёл в Карабинникову с этим парнишкой видел. Доложить только не успели. Почему не успели? Так работает Фомин на полигоне? Работает. Там что-то строят в строгой секретности. И уже две недели, как появился какой-то англичанин. Не то инженер, не то учёный живёт за городом в особняке под охраной военных. И каждый день ездит на полигоне. Как зовут англичанину? Неизвестно. Чем занимается? Это пока не установлено. Плохо. Смотрите за французом, а то он вас опережает на шее. А сами держитесь в стене, а то даже госпожа Нежинская вас раскусила. Да это не она. Это француз. Это он вас приметил. У него-то глаз намётанный. Что-то их интересует на этом полигоне. И узнайте, узнайте, кто такой этот новый англичанин. Слушаюсь. Другой. День добрый. Яков Платоныч, Надежда Епифанова взяла в оборот нашего унтера Синельникова и выяснила, кто обнаружил тело. Как? Десять рублей нынче стоит тайна следствия. Синельников рассказал про Арину Сурину? Увы. Рапорт. Потрудитесь написать. Непременно. Господин Стольман. Моя фамилия Сурин. Сегодня вы имели беседу с моей женой. И я хотел бы кое-что добавить к ее показаниям. В кабинет пройдемте. В кабинет пройдемте. Вам уже известно о связи Арины с Епифановым. Но она заверила вас, что я ничего не знал об этом. Да, она сказала нам, что вы появились в ее жизни уже после исчезновения Епифана. Этого я и боялся. Это не правда, господин Штольман. Надеюсь, Арина не сильно навредила себе, солгав вам? Не понимаю. Вы должны ее понять. Она стыдится своего прошлого и отрекается от него. Выйдя за меня, она рассчитывала начать жизнь с чистого листа. И только поэтому она умолчала о некоторых обстоятельствах. Хорошо. Так что вы хотели добавить к ее показаниям? Что мы с Ариной были жених и невеста, когда она связалась с Епифановым. В тайне от вас? Ну, что вы. Арина честная принципиальная девушка. А она все мне рассказала и попросила прощения. А вы? Я умолял ее не совершать этой ошибки. Но поймите, мы были так бедны, а тут Епифанов со своими деньжищами. Так вы расстались? Да. Но я всегда оставался рядом. Как друг. Я был уверен, что эта постыдная история скоро закончится. И Арина вернется ко мне. А вот Арина Михайловна уверяла, что любила Епифанова. Ну, это вздор! Ну, посудите сами. Ну, и садитесь, садитесь. Он в отцы ей годился. Какая может быть тут любовь? И потом. Ну, какая девушка скажет вам прямо? Я продавалась за деньги. Где вы были вчера в одиннадцать часов вечера? Дома. Занимался медицинскими процедурами. Делал ванночки для рук из камфорного масла. В это время года меня сильно беспокоит ревматизм. Я… Дома одни были? Да. Арина в это время была в мастерской. Что творится в этом доме? Твой отец вызвал мне на разговор по душам. Все допутался. Угу. Как? По моему мнению. Счастлива ли ты? Так. Все ли условия… Как-то он выразился. Для твоей полноценной жизни. Вот. И что ты ответил? Что я мог ответить? Я его заверил в том, что он… Что он идеальный отец? Дядя! Что? Тихо! Ну, ты что, не мог воспользоваться моментом и сказать ему, что мне хотя бы, ну, хоть чуточку больше свободы нужно? Дитя мое, у тебя свободы больше, чем у любой другой барышни в Затонске. Будь уж справедлива к своим родителям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! Попойница! Ой, убили! Убили! Люди! 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 Убили! 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 Чего орешь среди ночи? Женщину убили. Там лежит. Ты пил, что ли? Вот вам крестом клянусь. Ни капельки. Убеги в полицию! Быстро! Барышня! Не трожьте! Барышня! Не трожьте! Положение мертвого тела менять воспрещается. Это если оно мертвое. А если живое еще? Уйдите отсюда. Это хозяйка моя. Сударыня, будьте так любезны. Да, остывает уже. Ступай за начальством. Так ведь за забором бедняжку убили. Я-то при чем? Вы что, хотите сказать, что вы не знали убитую? Глаза ее не видела. Как же? Вы 10 рублей заплатили, чтобы установить личность. Так это была та женщина, что обнаружила тело батюшки? Вы по-прежнему утверждаете, что не знакомы с ней. Я знаю только ее имя. Арина. Сурина ведь, да? Что вы делали в тот момент, когда Федор прибежал к вам с сообщением об убийстве? Я была у себя. Потом услышала, как кричит Федор. И выбежала во двор. Спать ложиться даже не собирались? Не спится мне. Снотворное не пробовали? Хлорал принимаю. Не помогает. Ваше благородие. Дозвольте. Отправляли мужа убитой известить. Но его нет дома. 10 часов. Интересно. Утром жду в управлении. Сурина, поехали. Идите в дом. Зябко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сурин, откройте! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Антон Андреевич, скрывайте дверь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Яков Платоныч, посмотрите. Похоже, пытались отстирать, да не успели. Это мужская рубаха. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Блин убил свою жену и сбежал? А почему? Почему он не ночует дома, по-вашему? Хворало ли, мне кажется? Определенно. Что здесь происходит? Господин Сурин, где вы были? Я был в Ярославле. Да? Да что случилось-то, господа? Ваша жена убита. Как? Мне очень жаль. Я был в Ярославле. По коме воежорским делам. Воротнички продавал. Вернулся с шестичасовым поездом. Вот билет. Маме всегда нужны доказательства. Где она? Я могу ее видеть? Да, да, конечно. Но позвольте сначала несколько вопросов. Да. Спрашивайте, я спокоен? Совершенно спокоен. Я отвечу. Да. Да. Это ваша рубашка? Моя. Вас интересует откуда кровь? Перед отъездом я брился, опаздывал на поезд, порезался. Арина тогда еще раз сердилась. Сказала, что кровь не отстирывается. Боже мой. Боже мой. Нашими последними словами друг друга были глупейшее препирательство из-за рубашки. Кто-то в Ярославле может подтвердить, что вы там были? Да, да, конечно. Я ездил по делам. Могу назвать магазины, которых был с товаром. Если не сложно. Анна Викторовна, какая приятная встреча. Добрый день. Мы с вами соседи, однако не часто встречаемся. Вы совсем не бываете в обществе. Я не веду светскую жизнь. Да. Это скучно. Полагаю, что ваши повседневные занятия, они гораздо интереснее. Не лестно, что вы так думаете. Всего доброго. Анна, я давно хотел сказать вам, у вас видимо сложилось превратное впечатление обо мне после той странной истории с тетрадью. Ну, что вы. Уверяю вас, это была какая-то цепь нелепейших обстоятельств. Я по-прежнему горячий поклонник вашего таланта и мне хотелось бы поближе познакомиться с ним. Вы можете устроить несколько сеансов специально для меня? Я прошу прощения. Я в последнее время почти не практикую. Прошу вас, не отказывайте мне. Уверяю, это будет уникальный спиритический опыт и для вас тоже. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что же вы нам солгали, когда заверили нас, что между погибшей Ариной Суриной и вами нет никакой связи? Накануне ее гибели вы написали ей письмо. Что, так и будем молчать? Хорошо. Посидите в камере, подумайте. Антон Андреич, позови дежурного. Да, я писала ей. Это правда. Но мы никогда с ней не виделись. Вот вам крест. Я как раз хотела с ней познакомиться. Поэтому и пригласила ее за эти вечер. Зачем же вам с ней знакомиться? Я же говорила вам дальше. Она нашла тело батюшки. И что, вы хотели с ней об этом поговорить? А о чем же еще? Например, о ее любовных отношениях с вашим отцом. Что? Побыть из Бога. Не правда это? Да вы не хуже меня, это знаете. Сплетни все. У нас есть свидетельские показания, согласно которым, ваши отношения с отцом в последний год жизни резко ухудшились. Почему? В семье всякое бывает. То поссоримся, то помиримся. Да нет, все гораздо проще. У вашего отца появилась другая женщина. Молодая женщина. Что приносило страдания вашей матери. Вы переживали и были оскорблены за нею. К тому же у вашей матери было слабое здоровье. И она могла покинуть этот мир в любой момент. И что тогда? Мачеха, моложе вас. Братья и сестры, претендующие на наследство. Вот такая перспектива. Нет. Не было этого. Вот тогда вы и возненавидели отца. Разве могла я отца возненавидеть? Бог его простит. А я? Так вы, вы что думаете, что это я, батюшка? Да. Кстати, на Егора тоже покушались, после того, как он побывал у вас. Опять же, с помощью ножа, от ножа была убита и Арина Сурина. Ну, это не я. Я Христом Богом клянусь. Вас застали, когда вы шарили у нее в карманах. Зачем вы вытащили письмо с приглашением на встречу? Я не хотела, чтобы его нашли. Тогда бы вы сразу подумали на меня. Вы и так подумали на меня. Какая я дура. Я дура, я дура. Но я не убивала ее. Передайте доктору Милцеву, пусть тролеют и их в архив. Яков Платоныч, Яков Платоныч, Арина умерла. Уже знаете? И вы уже знаете. Как это случилось? У Виты ножом, возле дома Епифанова. Вы считаете, это она и ее? Возможно, но пока прямых улик нет. Ну, то есть, сначала убила отца, а теперь убивает свидетелей? Нет. Пока это только версия. Я себе даже представить не могу, как, как женщина может убить, типа, ножом. Надежда, девушка крепкая, и нервы у нее остальные. Хотя, мне кажется, она не убивала. Почему? В момент убийства она находилась в доме. Когда узнала о происшедшем, то выбежала на место преступления и вытащила у Арины свое письмо из кармана. Если бы она убивала сама, то изъяла бы эту улику сразу. А на Егора, по-вашему, кто нападал? Егор помнит запах хлорала, а мадемуазель Епифанова употребляет это зелье? Ну, то есть, Егору по-прежнему грозит опасность? Не знаю, но я уверен, что Егор ключевой свидетель в убийстве купца. Иначе почему бы на него покушались? Убийца, кем бы он ни был, вряд ли всерьез верит в переселение душ. Яков Платоныч, получается, что Егору из дома лучше не выходить. Так? Так. Ты чего это разлегся посреди бела дня? Что, опять накатило? Уже прошло. Мы с матерью в деревню едем. Бабка твоя разболелась. Запру тебя. Сиди тихо. Даст Бог, завтра увидимся. Этот Фомин работал на полигоне. Ставил там паровую машину для подачи пара в некую лабораторию, которая начинает работать. Это все, что удалось узнать от него за сто рублей. Это не рискованно так вот прямо расспрашивать его о военном объекте? Это же, он же может донести. Я представился поставщиком, который ищет возможности продать что-то для армии. И потом он больше меня не увидит. А что этот англичанин? Его зовут Гордон Брал. Приехал две недели назад. Поселился в загородном доме под военной охраной. Под охраной ездит на полигон. Ну, пока это все, что известно. Вы свободны, Жан. Мы что-то делаем неправильно. Чего мы можем добиться расспросом каких-то мелких сошек, мастеровых? Подбираться надо через верха. Подкупать и компрометировать генералов, а не фельдфебелей. Прекрасный план. А начните со Штольмана. Штольман. Штольман знает о полигоне еще меньше нашего. То есть ничего. Ну, он, может быть, нам полезен. Его стоит привлечь на нашу сторону хотя бы для того, чтобы он не мешал. А вы влюбите его в себя снова. Что значит снова? Он мой. Он только думает, что сбежал. Тогда напомните ему об этом. У вас же есть на него что-то. Какой-то там долг. Это сильная карта. Гораздо сильнее, чем вы думаете. Ну, так в игру возьмите его в оборот. А вы вызовете его на дуэль? Нет. Ну, что вы. Эта болезнь миновала. Приступа больше не будет. Яков Платоныч, а ну, по домам не пора уже. Так я же вам давно сказал, Антон Андреевич, вы на сегодня можете быть свободны. А вы? Кто из наших подозреваемых мог употреблять хлорал? Надежды Епифановы? Больше некому. Это понятно. Но а кто еще мог? В теории. У кого бессонница, у кого сильные боли. Ревматизм. Достаточно сильные боли? Я думаю, спать вам сегодня не придется. Вы поезжайте на станцию и раздобудьте железнодорожный табель вчерашнего дня. Со всеми отменами, опозданиями. Ну, в общем, всем тем, чем славятся наши железные дороги. Я понял. Арина? Спасите его. Спасите его, я вас умоляю. Спасите его. Кого? Кирилл Артемьевича. Его опять убьют. Он убил ее. Он убил ее. Он убил ее. Так вот оно что. Поезд Ярославль-Москва опоздал на полтора часа. Ну что, спросим Сурина, каким таким волшебным образом он оказался в Затонске раньше поезда? Прямо сейчас? Ночь на дворе Яков Платоныч. Придется потревожить безутешного вдовца. Яков Платоныч. Ну, госпожи. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Это он убил ее. Егор! Егор, остановись! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Егор! Егор! Егор, отпусти его! Егор! Егор, ты себя будешь! Отпусти его! Уйди, девка! Это он ее убил! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Егор! Все, все, все! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он сам набросился на меня в моем доме. Он ненормальный. Все об этом знают. Что касается моей жены, это чудовищная ложь. Ну, зачем? Зачем мне было ее убивать? Из ревности. Из ревности к мальчишке? Так вы ревновали не к мальчишке. Вы ревновали к господину Епифанову, которым этот мальчишка время от времени становился? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да я к Епифанову даже живому-то не ревновал. Все-то вы понимаете. Плоско и пошло, господа полицейские. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Арина никогда, никогда не любила Епифанова. Она связалась с ним только ради денег. Да. Но она оплакивала его смерть, обнаружив тело. Пыталась разузнать про убийство. Поэтому и расспрашивала Егора. Равнодушные люди себя так не ведут. Вы убили ее. Потому что поняли, любила она все время не вас. Епифанова. Вам меня не запутать. Я ее не убивал. У меня алиби. Нет у вас алиби. Я был в Ярославле. В Ярославле вы действительно были. Только вот вечерним поездом вернуться вы не успели. Ярославский поезд опоздал. В тот момент, когда вы вернулись домой, он еще был тридцать верст от Затонска. То есть, приехать вы могли только трехчасовым, дневным. И у вас было достаточно времени, чтобы убить жену. А вот алиби вы придумали хладнокровно. Если бы вас не было намерения убить Арину, ну, не стали бы вы закручивать такую легенду и запасаться ненужными билетами. Она начала подозревать. Мне пришлось. Да я не из ревности, господа. Так она подозревала вас не только в покушении на Егора, она подозревала вас в убийстве Епифанова. А вот это вот, господин Штольман, вам никогда не доказать. Ну, почему же? Заводи! Вам знаком этот человек? Знаком. А расскажите, при каких обстоятельствах вы видели его год назад? Я шел через овраг вечером. Когда уже поднимался, то увидел, что мимо оврага идет старый господин. А этот догнал его и ударил ножом в спину. Я испугался, спрятался в кусты и увидел, как этот толкнул того овраг и закидал его ветками. Да он же больной! Ну, кто ему поверит-то? Я не больной! Тихо, успокойся. Со мной такое больше не случается. Я знаю. Я все вспомнил. Это были вы. Вы убили того господина! И вы убили Арину! Суд примет во внимание все обстоятельства этого дела. Убили уже есть. Спасибо. Анна! Анна! Егор! Тебя что, уже родители отпускают? Отпускают. И что, Епифанов больше не приходил? Не приходил. Так это значит, что вину с Урина уже доказали. Я хочу рассказать вам по секрету. Она ко мне приходит. Мы с ней разговариваем, смеемся. Я думал, я не смогу жить без нее. А теперь она со мной. Анна Викторовна? Яков Платоныч, а что же вы не хвастаетесь? Удалось вам доказать, что с Уриной убил Епифанова? К сожалению, нет. Суд не принял показания мальчика. Но по убийству Арины улик оказалось достаточно для приговора. Угу. Как там Егор? У него все будет хорошо. Я очень боялась, что гибель Арины выбьет его из колеи. Ведь он был влюблен в нее. Неужели? Прямо таки влюблен? А вы не заметили? Яков Платоныч, Яков Платоныч, не умеете вы читать в человеческом сердце? Несправедливо. Кажется, в хитросплетениях отношений Епифанова, Сурина и его жены, я разобрался. Умом, не сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok